Добрый день коллеги, меня зовут Анна и сегодня я хочу вам представить основные назначения продукта 1С управления по целям их КПИ. Программный продукт позволяет осуществлять корпоративную процедуру оценки результативности сотрудников в соответствии с концепцией Performance Management. Вебинар по длительности будет примерно час. Сначала мы рассмотрим методологию целевого управления и оценки КПИ по системе Performance Management и потом обзорно посмотрим возможности решения и в конце я выслушаю ваши вопросы и постараюсь на них ответить. Технология Performance Management представляет собой усовершенствованный вариант метода управления по целям повышающим управляемость организации. Он предусматривает комплексное применение трех инструментов. Первая это постановка задач и оценка их выполнения на основе КПИ организации, подразделений и сотрудников, разработка и контроль соблюдения стандартов эффективности, касающихся типовых действий операций, моделирования и оценка компетенции работников. Именно комбинация этих трех методов позволяет ослабить или вовсе устранить недостатки, присущие классическому управлению по целям. Ведь в этом методе работа персонала оценивается не только по финансовым и другим, как правило, количественным показателям, отражающимся конечным результатам деятельности, но и уделяется внимание оценке факторов успеха, таким как опережающие КПИ, направленные на развитие организации и компетенции работников. Задачи, решаемые с помощью программного продукта. На экране вы видите три ключевых фактора. Первый – это мониторинг работы организации и бизнес-процессов, выявление и информирование о критически важной информации на основе актуальных данных в виде показателей КПИ, анализ, то есть исследование закономерности в области управления эффективностью, многомерным анализ данных в различной степени детализации и реализации аналитики, распределение ответственности за достижение цели по уровням ответственности. И третье – это управление механизмом информирования руководителей и сотрудников о целях организации, инструментом обратной связи и стимулирования расчета вознаграждения. Преимущества и управление с использованием программного продукта. На экране вы видите организационную структуру, то есть древо подчинения от управляющего до, как здесь показано, пример, конечно же, аптеки, до розничной сети аптеки, первостольников, фармацевтов и так далее и тому подобие. Таким образом, преимущество позволяет реализовать системный подход целевого управления, в компании, планирование сверху вниз, согласование сверху вниз, создание единой системы целей, показателей и задач. Постановка цели для проекта команд, поддержка корпоративной процедуры, оценки результативности сотрудников в соответствии с концепцией performance management, гибкий механизм сбора и хранения расчета показателей, также удобство предоставления данных от обобщенного в графическом виде через анализ в резерве аналитики, детальному анализу на уровне транзации документов. Многомерный анализ данных показателей по аналитикам в структуру аналитики определяет сам пользователь. Инструмент автоматизированного контроля показателей и информирования сотрудников повышает эффективность и обратной связи. Также обеспечение связи результативности системы вознаграждения, распределение уровня доступа к системе целевого управления в зависимости от прав и ролей. И настройка алгоритмов сбора показателей и выводимых отчетов производится пользователями самостоятельно, то есть вам не потребуется участие программистов. Управление реализуется путем информирования сотрудников о существующих целях организации, их роли и ответственности в реализации этих целей. Продукт позволяет распределить ответственность между сотрудниками, подразделениями за конкретные бизнес-показатели. Таким образом обеспечивается общая координация усилий подразделений, обеспечивается регулярная обратная связь и стимулирование персонала. Для каждого подразделения и сотрудников формируется матрица показателей, которую вы видите на экране, за которые они несут ответственность, а наложится в основу системы примирования сотрудников за результат. Для управления результативностью компании необходимо отслеживать ход реализации проектов, выполнения задач, поручений и инициатив, сформированных в рамках стратегической цели компании. Программный продукт позволяет управлять всеми оперативными поручениями и задачами, направленными на улучшение конкретных целевых показателей. Планирование согласования задач может идти как по принципу сверху вниз, когда задача спускается в виде поручений, так и снизу вверх, когда мероприятие планируется исполнителем, а потом согласовывается руководителем. Продукт позволяет структурировать рабочее время сотрудника, связав их результативность с выполнением поставленных задач, повысить исполнительскую дисциплину посредством контроля соблюдения сроков реализации. Долгосрочные задачи могут быть внесены в систему как проекты, детализации по этапам и представлены в виде календарного графика, диаграммы ГАНТ. За каждый этап или веху проекта могут быть назначены ответственные сотрудники. В этом случае эти задачи попадут в карту целей сотрудника на соответствующий период. Управление премиями. Премирование ориентировано на результат, является инструментом, тоже, который помогает руководителю, с одной стороны, выделить и отметить успехи сотрудника, а с другой стороны, четко обозначить его роли в общем производственном процессе. Нефиксированная премия и часть оплаты труда ставится в зависимости от производственных и других значимых для бизнеса показателей. Руказатель может гибко задать соответствующие уровни результативности сотрудника и размер премии. Например, при результативности сотрудника ниже 75% премия не начисляется. При результативности от 76 до 90% премия начисляется в размере половины нормы и так далее. Инструмент позволяет выбирать показатели, участвующие в расчете вознаграждения, и настраивать формулу вознаграждения. Такой подход позволяет компании быть более динамичной, легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации. Для реализации принципов целевого управления в компании могут проводиться регулярные сессии по согласованию целей, проведению итогов и оценке результатов. При этом руководитель проводит встречи с подчиненными для обсуждения итогов, выставления оценок и согласования целей на новый период. Программный продукт позволяет обеспечить координацию всех участников оценочной сессии, уведомлять руководителей и сотрудников о необходимости выполнения каких-либо действий посредством электронной почты. Администратор имеет возможность контролировать прохождение процессов оценки и согласование целей через соответственные отчеты. В продукте настроено несколько маршрутов типов бизнес-процессов, которые позволяют контролировать согласование целей в рамках каждого подразделения и команд, а также поддерживать процедуру оценки и подведения итогов. За счет автоматизации рутинных операций, рассылки, уведомлений всех участников процедуры возможно не только снизить временные затраты руководителей всех уровней, но и в целом сократить длительность самого оценочного цикла. Также программный продукт позволяет проводить исследования и анализ данных об эффективности бизнеса в различных измерениях и с различной степенью детализации, выявлять закономерности и причинно-следственные связи между различными факторами, влияющими на эффективность. При проведении анализа пользователь сам определяет параметры измерения аналитики, то есть формируемых отчетов для улучшения понимания ситуации. Может перейти с верхнего уровня группировки, агрегирования данных до самого нижнего уровня, документы транзакции. Это позволяет сокращать сроки получения необходимой информации за счет того, что построение отчетов происходит в одно касание. Аналитическая система позволяет представлять данные как в статическом виде на определенную дату, так и в динамике по любым периодам, как в виде структурированных табличных отчетов, так и в виде диаграммы и графиков. Например, можно оценивать диаграмму объемов реализации продукции с определенной характеристикой и в выбранном регионе, построить график загрузки складских помещений с учетом сезонности, сопоставить эффективность маркетинговых усилий и динамику продаж за определенный период. На этом слайде вы как раз таки видите пример, как это реализовывается в программном продукте. Информационные панели бизнес-показателей – это инструмент для мониторинга и анализа информации об эффективности бизнес-процессов. Внедрение инструмента для регулярного сбора и анализа достоверной информации о результативности является этапом построения корпоративной системы. Один из управления по целям ИКПИ позволяет в автоматическом режиме собирать необходимые данные из разрозненных учетных систем, оценки экспертов по субъективным показателям, проводить расчеты объективных показателей эффективности работы компании, отслеживать изменения показателей и проводить их анализ в режиме реального времени. Одной из наиболее важных функций программного продукта является поддержание механизма автоматизированного сбора, расчета и хранения информации по целевым показателям. Данные по каждому показателю могут собираться с тремя способами вноситься вручную, рассчитываться на основе других показателей, транслироваться из учетных или управленческих систем. Поскольку в автоматизированной системе хранится коммерческая информация, которая может носить конфиденциальный характер, необходимо обеспечить распределение к ней доступа в зависимости от полномочий работающих пользователей. То есть вы можете вручную также настроить это, не призывая от помощи программиста. Также с нашим продуктом можно проводить интеграцию с другими учетными системами, обмениваться данными для сбора показателей по КПИ, то есть обмениваться с помощью комп-соединения, распределенных баз данных через Microsoft Excel или Access, через внешние источники данных, универсальным обменом данных XML пакетами, либо встраиваемые в базу рабочую базу. Как было ранее сказано, 1С Управление по цели КПИ позволяет повысить эффективность бизнеса путем согласования целей, поставленными перед сотрудниками, со стратегическими целями организации, а также повышение вовлеченности и мотивации сотрудников за счет вознаграждения на основании полученных результатов. Портал сотрудника появляется у вас, когда вы заходите в программный продукт, то есть это, грубо говоря, ваш рабочий стол. У каждого сотрудника есть личный кабинет, настройка личного кабинета и настройка портала определяется администратором, то есть давать права доступа, что будет видеть сотрудник, какие у него задачи, показатели, все это настраивается администратором. Далее перейдем с вами в орг структуру. Орг структура – это базовый момент, который необходимо настроить. Первый момент – это формирование и поддержка орг структуры. Построение орг структуры является важным элементом внедрения системы. С одной стороны, часть информации можно получить из кадровой системы по увольнению, приему и перемещению сотрудников. Если у вас уже хранится информация по орг структуре, то ее можно подгрузить в систему. Наше решение автоматизировано для экономии ваших ресурсов временных. Более того, информация в данном разделе историческая, то есть если вы меняете структуру, через какой-то период времени изменения сохраняются, и, как следствие, вы на каждый момент времени будете видеть актуальную структуру, изменив период даты. Также из этой структуры можно проваливаться на конкретного сотрудника и увидеть матрицу показателей, отсюда попасть на тактическую панель. Что мы, собственно, с вами и видим. Тактическая панель гендиректора. Целевые показатели – это второй важный элемент для настройки системы КПИ и настройки показателей. Здесь для каждого показателя имеется свой справочник, в котором настраиваются алгоритмы. Хранение расчетов данных. Во-первых, необходимо настроить расчет результативности. Он имеет несколько типов. Прямой – чем больше сотрудник выполняет факт, тем больше результативности по данному показателю. Обратный – соответственно, наоборот, используется при таких показателях, как жалоба, затраты и так далее. Предельный – используется, когда результативность идет до определенного предела. И при расчете по формуле имеет возможность использовать интерактивный редактор форм. Давайте попробуем с вами создать. Вот, видим с вами расчет результативности. Обратный, прямой, предельный и по формуле. Если мы нажмем «Редактировать форму» и назовем как-нибудь его. Добавим. Мы увидим то, что можно выставлять период, периодичность и формулу создавать. Вот здесь прописывается формула расчета. Можно выбирать набор переменных, добавлять необходимые коэффициенты, целевые показатели и формулы, которые при применении определенных логических, арифметических операций будут устраиваться в практически любые логические расчеты. Также, если вы планируете использовать какие-то интерактивные прогрессивные шкалы, то они тоже здесь существуют. Если вы наведете на какое-нибудь значение, на какую-нибудь точку шкалы, то вы будете видеть ее значение. То есть показатель. Данный редактор интуитивно прост в настройке и создании формул, как тот же самый Microsoft Excel. Но, с другой стороны, с использованием этого инструмента можно настроить не только расчет результативности показателей, но и настроить сбор фактических и плановых данных по этому показателю, на основе другой информации, в том числе настроить премиальные части вознаграждения. Аналитика. Также можно использовать раздел аналитики по показателю. Например, если вы используете показатель, связанный с выручкой, то вы можете ввести данные в резерве номенклатурной группы регионов, трендов, что позволит вам более детально устанавливать цели. Например, один сотрудник отвечает за один бренд, другой за другой. Получившиеся данные можно использовать для построения аналитических отчетов. Панель «Индикатор». Теперь давайте перейдем к стратегической карте, то есть когда будет видеть выполнение цели руководителей, как видят его сотрудники. Стратегическая панель позволяет визуально визуализировать карту целей предприятия для акцентирования и топ-менеджеров. Визуализация строится на принципах сбалансированной системы показателей по нескольким перспективам, например, продажи, маркетинг ресурсов. Вы определяете набор целей и по каждой цели выбираете состав показателей, которые используются для контроля достижения цели. Данная карта цели транслируется на уровне конкретных подразделений и сотрудников в виде карт результативности. Как раз на этом уровне происходит согласование плановых задач и применение за результат, и примирование за результат. Таким образом, хочется отметить, что по итогам определенного периода, когда руководитель согласовал цель, в программе закрывается возможность их корректировки. Соответственно, сотрудник или кто-то другой не может нести изменения без ведома руководителя. Тактическая панель. Также отсюда можно провалиться на тактическую панель, как мы это сделали. То есть здесь, соответственно, реализуется техника drill down. Когда по стратегической карте можно проваливаться через показатель до конкретного сотрудника, где основная часть работы происходит не в стратегической, как мы видим, обобщенную информацию, а как раз таки в тактической панели. С левой стороны... С левой стороны мы видим с вами орг-структуру, то есть организационную структуру. Здесь и генеральный директор, и менеджеры, и главные бухгалтера, и так далее, и тому подобие. На текущий период. При выборе определенного сотрудника мы можем его увидеть КПИ, то есть матрицу показателей, план мероприятий, а на вкладке стандарта можно отслеживать отметку. Здесь его, видимо, никто не оценивал, но здесь также можно видеть отметку. То есть кто поставил эту оценку, по каким критериям. Вкладка «Премия» опять же идет расчет премиальных выплат, расчет бонусов. И смарт-задача. Следующий момент, который как раз таки связан с согласованием целей. У сотрудника помимо количественных показателей есть план мероприятий или наиболее значимые задачи на период. На каждый период есть свой план мероприятий, который имеет свой статус. Утверждено, выполнено и проверено. Если задача утверждена, то она участвует в расчете коэффициента результативности. Если задача утверждена, но не принята руководителем, то она уменьшает значение факта по КПИ, по использованию плана мероприятий. И если по всем показателям все выполнено, то это положительно влияет на расчет. Если мы кликаем на задачу, то мы можем увидеть то, что здесь можно и описать задачу, то есть оставить какой-то комментарий. И критерии выполнения. Также можно разбить задачу на подзадачи. Здесь будет высвечена ее подструктура. В вложении можно вкладывать в файл. Историю работы с задачей можно отслеживать. То есть этапы создания, изменения реквизитов, выполнения, проверка. Внутренние ссылки прикреплять, электронные документы. И дополнительно указывать автора документа, проект, номер и так далее и тому подобие. Как было ранее сказано, тут же можно эту задачу делегировать, то есть разбить на подзадачи и отследить на закладке связанные задачи. Прикрепить также вложения, то, что мы с вами уже обговорили. Немаловажным является раздел управления проектами. Здесь мы можем видеть диаграмму ГАНТа. С помощью информации, указанной в ней, руководитель может отслеживать ход реализации проектов, выполнения задач и поручений, сформированных в рамках стратегических целей компании. Также с левой стороны, выбрав определенный этап задачи, можно указать ответственного. И эта задача попадет сотруднику на его портал. Матрица в результативности. Планирование и согласование задач может идти как по принципу сверху вниз, когда задача спускается в виде поручений, так и снизу вверх, когда мероприятие планируется исполнить, а потом согласовывается руководителем. Таким образом, руководитель может видеть, как в целом исполняются стратегические задачи, так и оперативные задачи, которые можно отразить в протоколе, в котором также по итогам совещания секретарь может нести принятые решения о первой повестке мероприятия, что обсуждалось и какие сроки были установлены. Также огромным плюсом для руководителя бизнеса является возможность иметь доступ к информации через мобильное приложение. Как раз в контексте непрерывного управления эффективностью руководители могут отслеживать ситуацию по показательным целям, могут принимать задачи и давать обратную связь. На этом все. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.